Добрый день, друзья! С вами канал Дали от города. Долгое время я не записывала видео, поскольку не было времени. Сами понимаете, с приходом весны забот прибавляется и работа, естественно, тоже прибавляется. В прошлом году я снимала видео, как мой супруг построил курятник своими руками из дерева, без электричества, без отопления. Это видео было популярным. Наши куры прекрасно перезимовали. Максимальная температура у нас была морозов минус 26 градусов. В курятнике все время была температура плюсовая. Хоть и невысокая, но плюсовая. Яйценоскость у нас не падала, поскольку я занималась там то дрожжеванием и увеличивала световой день при помощи приспособления. В этом году мы решили построить еще один птичник по тому же принципу, но уже для разведения индоуток и, значит, для перепелов. Этот птичник у нас из двух комнат, из двух отсеков состоит. Значит, в одном будут жить индоутки с выгулом на улице, в другом просто будут жить перепелки. Но уже, значит, этот птичник у нас будет с электричеством и будет, значит, обогреватель там стоять, поскольку в маленькой комнате, где будут жить перепелки, должна быть соответствующая температура, поскольку в холодное время года перепелки при низкой температуре не несутся. И точно так же у них падает яйценоскость, если будет маленький, значит, отрезок светового дня. Поэтому я, значит, заранее, в процессе, пока мой супруг строил птичник этот курятник, я потихонечку небольшими нарезками снимала, и сейчас вам обо всем расскажу. Начинали мы строительство курятника, значит, с фундамента. Фундамент у нас не бетонный, если вы подумали, что я сейчас буду рассказать о бетонном фундаменте, нет. Выставлялись всякие блоки, на блоке большая, значит, доска, и пошло строительство курятника. Ну что, вернемся в прошлое и посмотрим мои нарезки. В этот раз наш птичник будет состоять из, значит, двух комнат. В одной комнате у нас будут жить перепелки, в другой комнате будут жить утки, индоутки, мускусные утки. Это будущее подворье, то есть это будущий выгул для наших уток. Здесь, значит, будут у нас две комнаты для птиц. Для перепелок мы поставили пластиковые окна чуть побольше, поскольку им нужно освещение. В комнате для индоуток будут, значит, два деревянных окошка небольших. И напоминаем, что это окно пластиковое в комнате для перепелок будет служить еще и вытяжкой, поскольку птица очень пыльная. Поскольку наше строение и деревянное, то нам необходимо максимально защитить его от ветров, сквозняков, ну и сохранить максимально тепло. Делается это при помощи стекловатой и вот такой пароизоляционной пленки. Сверху наша конструкция закрепляется ОСБ. Получается вагонка, стекловата, затем пароизоляционная пленка и ОСБ. По такой технологии у нас был ранее построен курятник, есть у меня видео, и, значит, в температуру в 20-ти градусные морозы и ниже, при условии, что у нас не убирался помет, температура всегда была выше плюс 4. И, значит, у нас нет там электричества, нет, соответственно, обогрева. Перед тем, как обшиваем потолок, делаем вытяжку. Вытяжку мы делаем, значит, из обыкновенных, значит, канализационных пластиковых труб, соточка. Это вот вытяжка у нас будет в перепелятнике, а это вытяжка в утятнике. Крыша практически готова. Сверху мы кладем профнастил и вот таким образом, значит, у нас получается, значит, такой получается у нас птичник. Теперь мы приступаем к обработке древесины, чтобы она нам прослужила долго. Значит, мы выбрали вот такое защитно-декоративное покрытие для древесины. Защита до 4-х лет. Мы уже обрабатывали ею у себя во дворе двери, в душ, в туалет, значит, в сарай. Нас устраивает. Также мы в том году обрабатывали, значит, курятник этой древесиной. И сейчас мы приступаем к обработке нового птичника. Наносим поверх всех деревянных, значит, поверх всего дерева в два слоя. Комната для наших индоуток уже готова. Вот таким образом мы сделали им гнезда размером 45 на 45. На пол мы стелим пленку. Ну, у нас осталась паразиационная пленка, мы ее постелили для того, чтобы потом, когда накидаем сено, солому или опилки, мы раз в месяц, раз в два месяца убираем, очень легко собирается. И, в общем, здесь не нарушаются никакие антисанитарные условия. Первая комната нашего птичника готова. Наружные деревянные опоры, приспособления мы покрываем специальным битумом покрытием. Покупаем мы такую жидкость, рельсовую называется. Это для того, чтобы сохранилось долго, не повело, значит, не сгнило и не разрушилось. Это я вам говорю тем, которые люди пишут часто мне в комментариях, что дерево может сгнить. Вот, пожалуйста, курятник рядом стоит по такому же принципу. Вот, значит, все покрытия, все опоры, все, значит, все у нас было покрыто такой же, значит, битумным, таким же битумным раствором. Сейчас мы будем уделить ваше внимание поилке для наших индоуток. Значит, по рекомендации некоторых птицеводов мы сделали ее вот таким вот образом. Вокруг мы приподнимаем землю при помощи песка, потом еще сверху мы опилок накидаем, чтобы, опять же, были хорошие условия, минимум засоренности. А здесь мы сделали такую опору, значит, сеткой. Когда наши птицы будут пить воду, чистить свои перья, вся вода будет стекать туда и уходить в дренаж. То есть грязи никакой не будет. Вот такое интересное приспособление. Недавно мы о нем узнали. Вот я хочу вам показать. Потом я отдельно сделаю видео обязательно. Смотрите. Мы построили курятник. Значит, занялись тем, что нужно было поднять полы у нас. Но засыпали песком, чтобы щели не оставалось. Но сейчас со временем немножечко песок у нас утрамбовался. Мы будем еще его подсыпать. Вот, пожалуйста. У нас в нашей семье пополнение. Появился у нас, значит, селезень, индоутка, шипун. Три уточки. Живут они прекрасно. С ними живет курочка. Это цыпленок трехмесячный. Февралинка мы ее называем, потому что родилась она, вылупила 2 февраля. Все мирно, дружно. Яйца, правда, пока еще не несем. Но, видимо, у нас идет период акклиматизации. Сейчас я вам покажу, что из себя представляют готовые комнаты. Наш птичник, как я уже ранее вам говорила, состоит из двух комнат. В первой комнате у нас будут клетки с перепелками. Здесь будет, значит, освещение дополнительное. Здесь будет обогрев. Когда все будет готово, я сниму отдельное видео. Вторая комната, ну, сюда мы, значит, будем заходить реже, это комната, где будут жить индоутки. В летнее время они будут соседствовать с курями, а в зимнее время уже будут жить, соответственно, только сами. Вот на пол мы побросали опилок. Вот наши индоуточки, вот селезень. Вот по такому принципу мой супруг решил сделать птичник для перепелок и индоуток. Здесь еще небольшие недоделки, дверь покрасить, там сверху подделать. Но, тем не менее, значит, что касается по времени, то где-то ушло у нас на строительство, значит, этого птичника 10 дней. Супруг строил сам. Ну, редко, когда я подходила, что-то помогала поддержать. В материальном, значит, плане, у нас не было никаких запасов материала. Мы все приобретали. обошлось около 40 тысяч. И что касается размеров. 4 на 4 общий периметр, значит, птичник сам по себе утепленный, который 4 на 2 и выгул. 4 на 2. Еще раз хочу сказать, что все деревянные изделия мы покрывали специальным пропитывающим, пропитывающим жидкостью. И вот еще на что я хочу обратить внимание. В этот раз мы сделали сетку, натянули. Не металлическую, как в том году делали в соседнем курятнике, вот, а и сделали специальную сетку, значит, которая специально изготавливается для птичников и выдерживает температуру от минус 45 градусов, по-моему, до плюс 65 градусов. Вот посмотрим, как она, мы еще ничего не можем сказать о том, как она в жару и в холод себе поведет, но тем не менее, мы ее использовали для того, чтобы сделать вот такое ограждение. Возможно, кто-то меня будет критиковать опять, поскольку, скажет, дерево у вас недолговечное и так далее. Ну, я хочу вам сказать, больше 100 лет мы не собираемся жить, на наш век хватит. Исходя из того, что все у нас пропитано, я называю эту жидкость рельсовой, наверное, профессиональнее будет сказать, что это шпалы покрывают этой жидкостью, а не рельсовая. Ну, а о том, чем мы покрывали вагонку, я вам даже банку показала, значит, специальные растворы одного слоя хватает для защиты на 4 года. Мы пользуемся давно, значит, этой жидкостью, покрытием для дерева нас вполне устраивает. Вот такой у нас, значит, вариант нового птичника. Надеюсь, кому-то понравится, кто-то воспользуется нашими советами. Ни в коем случае я не навязываю свое мнение, поскольку у каждого оно свое. Будем смотреть, будем наблюдать. Также я на следующей весной вам сниму видео о том, как перенес курятник себя в зиму, что я и делала с этим курятником. Показала строительство и потом показала, как он перенес зиму. Очень в хорошем состоянии. Сделали весеннюю генеральную уборку, никакого грибка, ничего нету, все чистенько, ничего не повело. Сейчас я вам покажу, как внутри. вот, пожалуйста, внутри курятник после зимы. Здесь у нас две кубочки образовались, сидят скоро, если все нормально, ждем, вторая кубочка, ждем маленьких цыплят, не знаю, как получится. Во всяком случае, у нас они 2 февраля высидели двух цыплят. Один, правда, одного пришлось уничтожить, поскольку у него ножки были больные, образовалась болезнь, как называют на роде вертолетик. Ну, а вторая, вот она, пожалуйста, мы ей даже дали название февралинка. Живет и здравствует. Вот и все, дорогие друзья, я поделилась опытом строительства нашего курятника. Значит, как у меня супруг придумал конструкцию, технологию строительства. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии. Всего доброго, всем хорошего настроения, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok